Доброго времени суток, мои дорогие и мои хорошие. Рада приветствовать вас на своем канале. Говорили о многом, о разном. Сегодня хотела бы с вами поделиться, знаете, именно тем, чего же мне не хватает в Польше. Потому что, вы знаете, как бы там ни было, прожив какое-то количество времени, отрезок жизни в Украине, приехав в Польшу, я чувствую потребность, что мне чего-то не хватает, кого-то не хватает. Прежде всего, это родственников, знакомых, тех людей, которые делали мое окружение в Украине, да, те люди, с которыми мы росли, развивались, мудрили, чудили. В общем, тех близких людей, которых действительно не хватает. А на данный момент учимся жить здесь, обзаводиться, обрастать новыми знакомствами. Знакомлюсь с вами, чему я очень-очень рада. Многие подписчики мои уже стали моими друзьями. Мне это очень-очень приятно. Надеюсь, это взаимно. Так вот, сегодня хотелось бы вам рассказать, чего же мне не хватает в Польше. Если так говорить в общем, вы знаете, поляки достаточно народ спортивный. Суть заключается в том, что во дворах есть такие, знаете, площадки, где есть тренажеры, такие достаточно интересные, да, но нету элементарного это турника. Вот, например, мой сын спортсмен, он нашел себе турник, находится бог знает где, он туда ездит каждый день на велосипеде, потому что, вы знаете, получается так, что его нету поблизости, и он постоянно вынужден туда ездить, потому что говорит, мама, ну реально, говорит, нету турника. То есть элементарно, знаете, где можно какие-то найти брусья, чтобы там отжаться, подтянуться, турничок, пусть какой-нибудь самый-самый, но его нету, реально нету, вот не хватает турника моему сыну, скажем так, да, вот. Это то, что вот он как бы заметил, то, что вот ему реально этого не хватает. А я, я, конечно, немножко, скажем так, мне как-то с турником не проблема, да, что он есть, что его нету, вот, я не сильная там такая спортсменка, вот. Я больше скучаю за некоторыми продуктами. Вы знаете, в Польше действительно большой выбор и ассортимент продуктов питания. То есть голодным здесь никто никогда не останется. И, поверьте, цены на продукты достаточно лояльные, и каждый, вполне каждый человек может позволить себе элементарные вещи. Поэтому, казалось бы, чего тебе, Лена, не хватает? Так вот, чего же, собственно говоря, мне не хватает? Я, например, люблю сладкое. Я сама выпекаю, люблю печь торты, булочки и все прочее. Но, вы знаете, мне не хватает, например, овсяного печенья. Вот такого хорошего, пахнущего, такого грубого помола, хорошего, вкусного овсяного печенья. Я даже пекла уже сама, пробовала. Оно, конечно, да, получается вкусное, но оно не такое, понимаете? Вот. Хочется вот того, такого тернопольского, хорошего овсяного печенья, но нету. Поэтому каждый раз, кто едет в Украину, наших знакомых, я прошу, и все уже стандартно знают, Лене нужно привезти меда, хорошего, вкусного меда, овсяного печенья и семечек. Вы знаете, на семечках я помешанная. Здесь же семечек таких черных, хороших, таких вот вкусных, но нету. Есть такие белые, полосатые, какие-то такие, знаете. И, ну, не то, ну, не то. Помню, как-то с детьми мы пошли в магазин, дети увидели, о, мама, халва, давай купим халвы, халву, хотим халву. Я говорю, давайте купим, а мы же купили не одну, понимаете, да? И, в общем, наверное, где-то не знаю, полгода она так, халва лежала, никто ее больше есть не хотел. Я не знаю, не помню точно, какая это халва, но она реально невкусная. Конечно же, можно любить или я там не буду говорить, что она чертовски невкусная. Нет, дело в том, что, ну, вот нам она не нравится, эта халва. И мы любим, знаете, свою такую арахисовую, с арахисом любим, с изюмом. Ну, привыкли мы к той халве, любим ее очень, поэтому это тоже такой продукт, по которому я скучаю. Хотя я вам скажу, что сейчас я в последнее время обратила внимание, что некоторые продукты есть в магазинах, в частности, в Ашане, Петр и Павел, такие супермаркеты, поэтому я так везде так присматриваюсь, смотрю. Самое мое болезненное, я очень люблю тараньку. Я люблю вот эту тараньку, знаете, вот эти вот сушеные анчоусы, как у меня муж, Лена, всю гадость ты любишь. Да, ну, блин, я реально ее люблю. Я люблю ее, знаете, под квас. Кстати, кваса хорошего нету. В Ашане продается лицкий квас, что-то подобное на квас-то раз, но оболонский квас еще, кстати, продается, но я его не люблю, я его в Украине не пила, и здесь я его не пью. Вот, и вот реально, вот кваса Тараса не хватает. И вот, как я говорила, вот люблю вот эти вот всякие вот, как муж мой говорит, гадости, эти анчоусы, эти, знаете, это полосатики, вот это вот, чтобы к этой рыбкой постучать, да, ну, нравится, ну, у каждого свои вкусы, вот, хотя знаю, что это не полезно, что это вредно, ну, реально это люблю. И здесь, к сожалению, этих продуктов нету. Может быть, на счастье, может быть, как раз будет пора, может быть, как раз пора от них и отказаться, например, может быть, но вряд ли. Вот сколько искала в Польше чипсы. Конечно, разновидностей чипсов много, разных, и рифленые, и гофрированные, какие хочешь, все сколько угодно, в каком хотите виде, но только не с беконом. Вот хочу вот лейс есть со сметаной, с луком, с сыром, просто соленый, а вот с беконом нету, реально обыскалась. Если, может быть, кто-нибудь знает, где есть лейс с беконом, я люблю эти чипсы, хотя тоже вредная еда, тоже, как бы, не сильно нужно их покупать, но реально хочется этих чипсов, понимаете, и приходит такой на тот момент, думаешь, блин, вот с беконом бы классно, таких свеженьких, и нету, опять-таки. Здесь также и вы не найдете сухариков, ни флинт, никаких, нет, точнее, вру. Знаете, есть такие сухарики, они продаются в Бедронке, я знаю, но они такие больше к салату подходят, такие маленькие сухарики, такие с приправкой, ну не то. Эти сухарики, конечно, вас в зависимость не вгонят, поэтому я их так чисто в салат, да, а так как, знаете, как иногда так с пивом, где-то там чуть-чуть можно, вот, но нету и этих сухариков. Опять-таки, может быть, и хорошо, это все вредятины нету, да? Еще в Украине я очень любила сыр сулугуни, она такая белая косичка такая, вот. Я обожаю этот сыр, мы когда были в Турции, я там объелась этого сыра, потому что я знала, что его здесь нету, может быть, есть, может быть, я не нашла, но я как-то была, покупала подобный тоже на вид, беленький, все, но это было не то, вы знаете, ну вот, ну как-то по вкусу, как-то по ощущениям, ну не тот сыр, который бы мне хотелось. Которому я привыкла, который мне очень чертовски нравился. Еще есть такой, знаете, тут сыр такой подкопченный, косичка, да, вот, который вот тоже вот я очень люблю. Здесь как, тут находила разные виды, мы пробовали таких в виде лепешечек, ну что-то подобное, да, приближенное. Ну, лучше хоть какая-то альтернатива, чем совсем ничего. Как-то искала была горчицу, то же самое было и с кетчупом. Вот люблю, знаете, горчицу такую более сладкую, кто, допустим, в Украине, то знает ВРС европейская горчица, она такая сладенькая идет. Вот люблю я такую тоже горчицу, здесь, боже, и медовая, и острая, и такая, и муштарда, и, ну, в общем, абсолютно разные виды, разные, но по вкусу почему-то так и до сих пор не могла определиться. Вот за этой горчичкой я тоже скучаю, и за кетчупом чумак в бутылочке тоже скучаю, хотя здесь кетчупов, я вас уверяю, немерено, заходишь в Ашан, целая полка, целая стена, я бы сказала, бери, не хочу, но, наверное, не знаю, может быть, все-таки надо начать более тщательно дегустировать и пробовать, и все-таки найдется. Ну, опять, вы заметили, да, ведь скучаю по всяким таким вот глупостям, по таким вот, может быть, даже в чем-то вот, казалось бы, ну, невкусности, неполезные вещи, да, рассказываю сейчас, ну, реально за ними очень скучаю. Вы знаете, в последнее время в Ашане очень появилось много наших продуктов, я там покупаю львовские дрожжи, мне очень нравится, наконец-то моя выпечка стала супер, в Ашане нашла и покупаю масло президент. Вот, не знаю, конечно, молочные продукты в Польше отменные, ничего не могу сказать, на любой вкус, на любой карман, масло действительно есть очень вкусное, но вот мне президент, там, знаете, солененькое есть, а не соленое, очень нравится, я покупаю. Еще, вы знаете, скучаю за минеральными водами, потому что здесь мы тоже пьем, покупаем минеральные воды, но иногда как-то была думала, вот бы было бы хорошо, если бы еще бы мир городскую привезли, да, вот люблю эту воду, поляну квасову, то есть вот те такие водички, которые, ну, вот реально привыкли мы там пить, и здесь их нету, этих лечебных таких, вот, и, знаете, недавно для себя искала вот боржоми, и, господи, вот был такой момент, что вот, ну, все, вот хочу боржоми, и конец. Реально, вы знаете, подсуетилась и нашла. Я в супермаркете Петр и Павел, вот, за что была, знаете, такая прям, о, я пока вышла с того магазина, а еще до остановки не дошла, уже бутылку выпила, пришлось вернуться еще купить, потому что реально, думаю, господи, как же я соскучилась по этой грузинской водичке. Вот реально много продуктов нашла для себя в Ашане, потому что, вот, смотрю, появилась такая отдельная полочка, где продают в АРС продукцию, то есть закрутки, помидорки, огурчики, эти такие, знаете, маленькие, хорошие, вкусные. Ой, подождите, сейчас, надо глотнуть. В общем, и, вы знаете, и приятно, приятно, что вот уже какая-то, знаете, нотка уже наших продуктов есть, уже не так все плохо, вот. Может быть, пора привыкать к этим продуктам и уже не скучать за теми, но я реально, например, еще у меня вот есть такой момент, что вот есть такие вещи, за которыми я скучаю, особенно это продукты, как я уже сказала. Вспоминаю, когда у нас в городе был рынок в субботу, и мы идем на большой базар, покупаем домашнюю сметанку. Вы знаете, эту сметанку я покупала не столько сметану, сколько сливки. То есть они настолько сладкие, вкусные сливки, и я так люблю приготовить хороших вкусных вареничков под эту сметанку. И реально вот за этой сметаной я скучаю. Потому что, да, здесь есть 18%, 12% разное, и сметану можно выбрать и без проблем. Но нет такая, нет такая, опять-таки нет такой сметаны. Еще такой момент, как сало. Сейчас лето, как-то еще, знаете, сало, может быть, не сильно хочется. Хотя мы недавно с подружкой моей ходили с Оксаной на пикник, и я сделала картошечку с салом и с чесночком, знаете, в фольге, так, чтобы запечь в мангале. Так вот сало пригодилось, и реально здесь не купить хорошего вкусного сала. Знаете, я вот помню, как я раньше покупала такое, чтобы оно было с таким, знаете, с дымком. Ну, кто знает, я не буду сейчас рассказывать более подробно, потому что сейчас вот прям можно слюной подавиться реально. И вот, знаете, вот помню вот этот вот вкус этого сала, вкус этого... Ну, скучаю я, реально скучаю по такому салу. Вот, ну, украинцы, ну, что же мы сделаем? Хоть мы в Польше будем, хоть в Норвегии, хоть в Бельгии не имеет значения. Хороший кусочек сала, черный хлебушек, чесночок, хороший вкусный огурчик. Вот, вот эта тема. Поделилась с вами то, чего мне не хватает. А те, кто в Польше, поделитесь вы, чего же вам не хватает. Будет интересно послушать в комментарии, почитать, посмотреть, побеседовать на эту тему, потому что я знаю, что я тут такая не одна. Поэтому давайте делиться, давайте общаться, давайте будем выдавать точки, где же что можно купить по хорошим ценам. Кстати, еще есть такой рынок у нас здесь во Вроцлаве, Швеботский рынок. Он каждое воскресенье работает с утра пораньше. Можно приехать, кстати, и купить хорошие зелени, картошечки, овощей. То есть тех продуктов, которые, допустим, люди выращивают, сами продают. Конечно, домашние сметанки там не купите, но, тем не менее, многие наши сограждане продают там свою продукцию, продают то, что привозят с Украины. Те же семечки, например, я прихожу, покупаю у одной женщины. В общем, делитесь, давайте будем дружить и общаться. Очень благодарна вам за вашу поддержку, за ваши теплые слова, комментарии, за ваши лайки и дизлайки. Поэтому приглашаю подписаться на мой канал. Не прощаюсь с вами. Еще увидимся. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok